После большого ремонта Кенишемская поликлиника номер один имени Захаровой снова принимает пациентов. Поменялось абсолютно все. Начиная от планирования пространства и заканчивая принципом работы с посетителем. Цветная навигация сориентирует, где какое отделение. А если не получается разобраться, можно обратиться к администратору. Узнать можно всю информацию, маршрутизацию по поликлинике, где тот или иной специалист находится. Можем подсказать, направить на запись, на выдачу амбулаторной карты. То есть всю самую максимальную информацию знает администратор зала. Раньше его здесь не было. То есть пациенты в основном направлялись своим ходом в регистратуру. Там вопрос и запись, и направление. То есть всем занималась регистратура. Администратор разгружает регистратуру. А она теперь, кстати, без стекла. Новый тренд. Открытое общение. Компьютеры появились у нас. Новое оборудование. Стеллажи новые. Теперь у нас каждый участок будет своим цветом. Для лучшего подбора для участка. Чтобы было быстрее найти карточку, чтобы у каждого свой цвет теперь. Компьютеры появились не только в регистратуре, но и в каждом кабинете у врача и медсестры. Весь процесс объединен единой медицинской системой. Это очень экономит время. Кстати, попутно с обновлением удалось и кадровый дефицит полностью ликвидировать. Сейчас у нас здесь, вот на участках, работает не два человека врач с медсестрой, а еще появился фельдшер, который работает на дому. Тем самым мы... Что нам... Чего добились? Прежде всего того, что врач принимает у нас не 4 часа в день, а потом уходит на участок, а он принимает 8 часов в день. И, соответственно, все желающие спокойно, без очереди, без нервотрепки к нему попадают. На капитальный ремонт поликлиники было потрачено 28 миллионов рублей из областного бюджета. Еще почти 31 миллион на новое оборудование. Из наиболее крупного купили флюорограф и УЗИ-аппарат. Все обновленное, все лучше, удобнее. Это самое... Отношения прекрасные. И интерьер весь хороший, и... Ну, дышится свет, это легче, светло, уютно. Вот, хорошо, конечно, что было и что стало, это небо и земля. Станислав Воскресенский с пристрастием оценил, на что потрачен каждый бюджетный рубль. Губернатор осмотрел поликлинику, пообщался с врачами и пациентами. Понятно было, что нужно радикально все поменять. Вы видите, многое сделано, но есть еще недоделки. Мы сейчас договорились с графом врачом, что месяц еще он берет на... Надо кое-что подправить, чтобы было удобно для людей. Многое сделано, вы видите, убедились. Я думаю, что и врачам не дадут соврать, стало поудобнее, поуютнее. Но много недоделок. Много недоделок, надо... Я очень к этому щепетильно и внимательно отношусь. Мы деньги выделяли не просто так. Каждая копейка, люди должны чувствовать, что для них что-то в лучшую сторону для пациентов изменилось. Но хорошая новость, правда, вы видите, оборудование появилось, это важно. Для пациентов теперь доступны три новых кабинета. Неотложные помощи, урологические и эндоскопические. Проверить желудок, например, в поликлинике раньше было невозможно. Эти аппараты с высоким видеостойким, с высоким разрешением, которые позволяют более качественно обследовать больного, позволяют диагностировать формы рака ранее, позволяют наблюдать хронических больных, позволяют в доступной форме брать биопсии больным из желудочно-кишечного тракта. И на нем работать очень комфортно, удобно. Теперь задача ближайших месяцев объяснить пациентам, как именно пользоваться обновленной поликлиникой, чтобы посещение не отнимало много времени и сил. Отремонтировано и крыло для женской консультации. Сюда она переедет в октябре. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Кинишма.